Приветствую всех на канале Техноарена, где я провожу сравнение различных смартфонов, рассказываю об их преимуществах и недостатках. Сегодняшний ролик я решил посвятить смартфонам Vivo V18 и Vivo V17. В описании под видео я оставлю ссылки на интернет-магазины, где вы сможете самостоятельно сравнить стоимость этих устройств, а тем временем расскажу вам о технических характеристиках и возможностях этих смартфонов. Но перед тем, как я начну, хочу попросить вас, дорогие зрители, поставить лайк этому видео, подписаться на канал Техноарена и нажать на колокольчик. Также вы можете написать в комментариях свое мнение по поводу этих смартфонов. А я тем временем начну сравнение Vivo V18 и Vivo V17. С лицевой стороны смартфоны очень похожи. Vivo V17 обладает большим экраном с узкими рамками и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Также в дисплей встроен сканер отпечатка пальцев, обладающий высокой точностью и скоростью распознавания владельца. Над каплевидным вырезом расположена тонкая полоска одного из динамиков смартфона. Второй динамик вместе с микрофоном и разъемом USB-C расположен на нижней грани смартфона. Кнопки регулировки громкости и включения находятся справа. Сверху у Vivo V17 установлен разъем 3,5 мм под наушники. На левой стороне смартфона расположен слот для двух сим-карт формата нано и карты памяти. Vivo V17 лишь немного отличается по размерам и весу от своего оппонента. Он имеет большой экран с черной широкой полосой в нижней части и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, который чуть больше, чем у Vivo V17. Расположение кнопок и разъемов на корпусе во многом совпадает с тем, что используется в модели V17. Справа находятся кнопки регулировки громкости и включения. Слот для двух сим-карт формата нано и карты памяти слева. Снизу расположились разъемы microUSB для зарядки и 3,5 мм для наушников, микрофон и динамик. А вот с обратной стороны смартфонов отличий гораздо больше. Тыльная сторона Vivo V17 притягивает к себе внимание нестандартным камерным модулем. Он имеет форму ромба, в которой разместились 4 камеры. Чуть ниже располагается вспышка. Смартфон выпускается в двух цветах, получивших название «синий туман» и «небесная лазурь», который имеет градиентный переход от белого к розовому цвету на тыльной стороне. У Vivo V17 на тыльной стороне расположен вертикальный камерный модуль с тремя объективами и вспышка. Также здесь находится сканер отпечатка пальцев. Смартфон выпускается в двух вариантах, получивших название «синий аквамарин» и «фиолетовый аметист». Поверхность задней крышки в обоих вариантах имеет плавный переход от темных к светлым оттенкам и блестит на свету. Vivo V18 получил экран диагональю 6,38 дюйма с соотношением сторон 19,5 к 9. Используется матрица Super AMOLED разрешением 1080 на 2340 пикселей. Как и все современные AMOLED матрицы, она имеет широкие угла обзора, глубокий черный цвет и насыщенные другие цвета. В смартфоне присутствует возможность регулировки цветовой температуры, ночной режим и защита зрения. Vivo V17 имеет IPS-экран диагональю 6,35 дюйма с разрешением 720 на 1544 пикселя. Присутствует режим защиты зрения и регулировка цветовой температуры. Дисплей защищен от царапин при помощи закаленного стекла Panda King Glass. Это не такое популярное стекло, как Gorilla Glass, но его характеристики прочности позволят защитить экран смартфона от повреждений. Оба смартфона получили фирменную оболочку Funtouch OS 9.2 на базе Android 9 Pie. В данной оболочке стоит отметить простой дизайн, без множества разделов меню. Интерфейс при желании можно отрегулировать под себя, меняя размер иконок и устанавливая различные темы. А если встряхнуть смартфон в руках, то иконки на рабочем столе выстраиваются в алфавитном порядке, что упрощает поиск нужного приложения. Шторка быстрого доступа, в отличие от большинства смартфонов Vivo V17 и Vivo V17, расположена снизу, что упрощает взаимодействие и позволяет управлять устройством одной рукой. Также стоит отметить наличие темного режима, который позволяет экономить заряд батареи и комфортнее пользоваться смартфоном в темное время суток. На тыльной стороне Vivo V17 расположены 4 камеры, основная на 48 мегапикселей. Также есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, датчики глубины и макросъемки по 2 мегапикселя. Качество фотографий днем отличное, но с наступлением ночи падает детализация и появляются шумы. Присутствует множество интересных функций и режимов съемки, среди которых стоит отметить Postmaster. Данная функция подсказывает, в какую позу лучше всего вставать, чтобы сделать идеальный снимок. Что касается записи видео, то основная камера Vivo V17 снимает в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера у смартфона на 32 мегапикселя. В ней присутствует функция AI Face Beauty, которая подключает искусственный интеллект для улучшения объекта в кадре. Vivo V17 имеет тройную основную камеру, главный объектив которой на 13 мегапикселей. Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а также датчик глубины на 2 мегапикселя, отвечающий за эффект боке при портретной съемке. Качество фотографий на основную камеру Vivo V17 напрямую зависит от освещения. Днем удается делать отличные снимки с высокой детализацией и без шумов. При съемке в помещении или ночью качество существенно снижается. Запись видео, как и у соперника, ведется в Full HD разрешении. Что касается фронтальной камеры, то она на 20 мегапикселей с функцией AI Face Beauty и множеством фильтров, что позволяет делать оригинальные селфи, не требующие постобработки. В Vivo V17 установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 665, четыре ядра которого работают на частоте 2 ГГц. Вместе с 8 ГБ оперативной памяти его возможностей хватает для плавной работы интерфейса, запуска тяжелых приложений и игр. Смартфон 128 ГБ встроенной памяти. Есть возможность установить карту памяти microSD максимальным объемом на 256 ГБ. В Vivo V17 используется восьмиядерный процессор Mediatek MT6765, работающий на частоте 2,3 ГГц. На борту смартфона имеется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения ее с помощью карточки microSD максимальным объемом на 256 ГБ. По своим коммуникационным возможностям Vivo V17 и Vivo V17 одинаковы. Оба смартфона поддерживают все распространенные типы мобильных сетей и Wi-Fi стандарты AC. В них установлен Bluetooth версии 5.0, а также есть NFC-модуль. Vivo V17 получил аккумулятор емкостью на 4500 мАч, что обеспечивает работу устройства на протяжении 28 дней в режиме ожидания и до 90 часов прослушивания музыки. Смартфон поддерживает быструю зарядку от адаптера питания на 18 Вт. Емкость аккумулятора Vivo V17 больше, чем у соперника и составляет 5000 мАч. Учитывая, что Vivo V17 обладает менее производительным процессором и экраном с меньшей диагональю, время работы смартфона в режиме ожидания в отличие от V17 составляет 48 дней. Как и его соперник, Vivo V17 поддерживает технологию быстрой зарядки. Я собрал самые распространенные отзывы в сети о смартфонах Vivo V17 и Vivo V17 и сейчас расскажу вам, что нравится и чем недовольны владельцы этих устройств. Начну с негатива. Нет беспроводной зарядки. Плохое качество ночных фотографий. Подтормаживает в мощных играх. Плохое качество фото в темноте. Маленькое разрешение экрана. Разъем microUSB. А теперь положительные отзывы. Большой и яркий Super AMOLED экран. Красивый внешний вид. Большой объем оперативной и постоянной памяти. Камера на 48 мегапикселей. Большая емкость аккумулятора. Хорошее качество фото на фронтальную камеру. Удобная фирменная оболочка Funtouch. Есть NFC-модуль. Итак, оба смартфона получились довольно неплохими, но у Vivo V17 явные преимущества. Он имеет более мощный процессор, 48 мегапиксельную основную и фронтальную камеру на 32 мегапикселя. К тому же у него экран с матрицей Super AMOLED. Но в отличии от Vivo V17 он имеет аккумулятор с емкостью поменьше. Напоминаю вам, что сравнить стоимость этих смартфонов вы можете самостоятельно, перейдя по ссылкам, которые я оставил в описании. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, если вам понравился ролик и напишите в комментариях обзоры на какие смартфоны вы бы хотели увидеть в ближайшее время. Также рекомендую вам подписаться на канал Техноарена и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Так вы будете в курсе выхода новых видео на канале и не пропустите их. А я с вами прощаюсь, до новых встреч!